Здравствуйте! Поговорим о судьбах бывших императоров. Дело в том, что 3 мая 1814 года на остров Эльба, расположенный в Средиземном море, прибыл Наполеон Бонапарт. Обратите внимание на то, что Наполеон оказался на острове после того, как подписал свое отречение от престола в пригороде Парижа. Он был взят русскими войсками вместе с союзниками. Остров Наполеон получил в знак уважения в полное державное владение, а находился он неподалеку от побережья Франции. Чуть позже это обстоятельство сыграло свою роковую роль. Бонапарт жаждал реванша. Не прошло и года, как он вместе со своим небольшим отрядом старой гвардией самовольно покинул Эльбу и 1 марта 1815 года высадился на французском побережье. В Париж он вошел без единого выстрела. Так начались знаменитые 100 дней, которые вошли в историю как последний период правления Наполеона Бонапарта. Но это уже совсем другая история. 3 мая 1911 года в Петербурге состоялся праздник белого цветка. Это был первый общероссийский сбор средств в пользу больных чахоткой. Его организовало общество борьбы с бугорчаткой. Так тогда называли туберкулез. Суть события состояла в продаже белых цветков по 5 копеек штука. Всего в столице было продано более 300 тысяч таких цветков. Обратите внимание на то, что общая прибыль от праздника составила более 50 тысяч рублей ассигнациями. В сборе средств участвовали по наблюдению корреспондента журнала Нива более тысячи дам общества. А теперь давайте прогуляемся по Невскому проспекту. Дело в том, что 3 мая на 1950 года началась реконструкция главной магистрали Ленинграда. Ее задачей было расширение проезжей части проспекта. Все было сделано просто и эффективно. С Невского и прилегающих к ним улиц были убраны трамвайные пути. Свой окончательный ведь Невский проспект приобрел в 1965 году. Обратите внимание на то, что Невский проспект – любимое место русских писателей, которые часто прокладывали пути своих персонажей по центральной магистрали Санкт-Петербурга. Ибо, как писал Николай Васильевич Гоголь, чего только не бывает на Невском проспекте. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону гаджеты и берите в руки книги, в том числе в Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского, где мы сейчас с вами и находимся. Как предупреждал нас Станислав Ежелец, у человека два профиля – левый и правый. Ах да, еще два внутри. До новых встреч!